В новом выпуске SportsNation посетим легкоатлетический комплекс в центре столицы. Поговорим с одним из самых талантливых боксеров страны, Мирымом Нурсултановым. В завершение выпуска отправимся в секцию стрельбы из лука и расскажем, как развивается этот вид спорта в Казахстане. Друзья, в столице Казахстана плюс один новый спортивный объект. Это легкоатлетический спортивный комплекс. Его строили полтора года и уже вот-вот ведут в эксплуатацию. У нас есть возможность познакомиться с объектом изнутри, поэтому небольшая экскурсия. Поехали! Знакомство с легкой атлетикой начинается сразу, как только вы оказываетесь внутри здания. Посмотрите на пол. Казалось бы, обычный пол, но выполнен он в стиле беговой дорожки. Повсюду вот такие билборды с казахстанскими легкоатлетами, а на стенах вот такие инсталляции. Стильно, но при этом очень атмосферно. Друзья, это самый центр, самое сердце арены. И, пожалуй, именно здесь ты понимаешь, что аналогов этому объекту в Казахстане точно нет. Пока же идут последние приготовления. Если вам видно, то вон там настраивают секундомеры и приборы фиксации. То есть при желании легко можно замахнуться на проведение чемпионата мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. Вот так. Пока же, что мы видим? Шесть беговых дорожек для спортсменов, дорогостоящая мультимедийная система для зрителей и около 7 тысяч посадочных мест для болельщиков, которые, я надеюсь, уже скоро придут сюда, чтобы поддержать наших спортсменов. На данный момент объект 100% готов. Проходят пусконаловочные работы. Были трудности именно в почве на этом объекте. То, что очень полученное место было. Также были моменты, что пандемия коронавируса повлияла на сроки реализации данного проекта. Процесс строительства и даже завозимое оборудование согласовывалось с Международной ассоциацией лёгкой атлетики. Всё по стандарту. Поэтому, если вы когда-нибудь пробежитесь по этой беговой дорожке, то, знаете, везли её из Италии. Важно, что развивать здесь можно абсолютно разные направления лёгкой атлетики. Прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки в шестом, тройной прыжок, спинтерский бег, метание ядра. То есть вполне можно ожидать бума развития лёгкой атлетики в городе Нур-Султан. Кстати, вот уже и шесты привезли. Можно и попрыгать. На одном центральном ядре проектировщики не стали останавливаться. В другой части здания красуется вот такой разминочный зал. Здесь можно провести полноценные учебно-тренировочные сборы. Но по задумке тут спортсмены будут разогреваться перед выходом на основную арену во время соревнований. Для них постелили четыре овальные дорожки длиной в 150 метров и установили прыжковое оборудование. Ректировщики, которые занимались этим объектом, они ездили в Белоруссию, консультировались там. Также ездили в Турцию, в Стамбул. Там похожий аналоговый стадион есть. Лёгкая атлетика в Казахстане не так популярна, как бокс или борьба, но представлена именами, известными во всём мире. Ольга Шишигина и Ольга Рыбакова в разное время становились чемпионками Олимпийских игр. Многоборец Дмитрий Карпов становился бронзовым призёром. Историю их побед транслируют на экранах внутри манежа, напоминая, что и у нас в лёгкой атлетике есть победные традиции. Конечно же, в таком крупном спортивном комплексе не могли забыть про бассейн. Вот он, красавец, 25 метров, 6 плавательных дорожек. Но нужно учитывать, что здесь всё продумали. В первую очередь для легкоатлетов. Рядом у нас вот такой мини-бассейн с двумя подводными беговыми дорожками. Вот так, правильно? Они предназначены для реабилитации и восстановления спортсменов. То есть для них все условия. Здесь же для удобства предусмотрели тренажёрный зал. Причём, если на первом этаже спортсмены могут поработать железом, то на втором имеется профессиональный боксёрский ринг. Тут вам и комфортные раздевалки. И даже гостиница на 40 мест. Ведь здесь будет базироваться сборная Казахстана по лёгкоатлетике. Друзья, кажется, я догадываюсь, какая зона в этом здании будет излюбленной у легкоатлетов. Вот она, зона спа. Всё здесь сделано в японском стиле. Тут у нас три массажных кресла. Там зона восстановления и несколько видов сауна. То есть быть легкоатлетом – это не только постоянно испытывать колоссальные нагрузки на организм, но и уметь правильно расслабляться. Больше людей, по-моему, в Казахстане увлекаются боксом или футболом. Сейчас, я думаю, надеюсь, что в будущем это даст какую-то тенденцию для развития легкой чистой спины. У здания всего три этажа. Но всё необходимое, по словам строителей, вместилось. Тут и залы для пресс-конференции, собраний. Комнаты для врачей и комментаторские ложи. На улице у нас есть тренировочное поле, место для питания копья, ядра. Также у нас на улице есть площадка детская для горожан. Вот у нас тоже также есть детские площадки, чтобы они могли здесь прогуливаться, отдыхать, также проводить своё время. Строительство легкоатлетического комплекса в столице обошлось государству в 32 миллиарда тенге. По данным городского управления спорта, подобного комплекса нет во всей Центральной Азии. Как говорят сами легкоатлеты, их мечта осуществилась. Комплекс позволяет проводить соревнования самого высокого уровня. Но гораздо важнее, что теперь лёгкая атлетика в стране получит новый импульс для развития. Далее в выпуске. Большое интервью с Мерымом Нурсултановым. О жажде больших боёв, смене тренера и личной жизни. Герой нашего выпуска Мерым Нурсултанов провёл очень яркую карьеру в любительском боксе. 16 лет победил на Читатах Казахстана среди молодёжи. Спустя год выиграл первенство Азии среди сверстников. Уже в 19 лет он завоевал бронзовую награду Чемпионата Казахстана среди взрослых. А уже спустя два года он стал абсолютным чемпионом страны в своём весе. Сейчас Мерому 27 лет и последние 4 года он выступает в профи и тренируется в США. Мерым, здравствуйте. Во-первых, рады вас видеть. Скажите, где вы сейчас и чем занимаетесь? Здравствуйте. Сейчас, в данный момент я в городе Нурсултан. Как бы здесь тренируюсь, пока боёв нет, как видите, во всём мире карантин. И дома тренируюсь в этом зале, вот в целом в Казахстане на родине сейчас. Я так думаю, что вы впервые за долгое время оказались так надолго дома. Да, впервые. Вот как перешёл в профессионалы, вот за 4 года первый раз так, 3 месяца у меня. Что успели сделать? В деревне побывал, это самое главное. Там все мои родные, их увидел. А в целом так, дома. Много планов нарушил карантин? Да, очень много. В этом году должен был провести 3 боя. У меня в апреле запланирован был бой. Я уже начал подготовку туда. И начался карантин, вот это всё и всё. На этом пока ждём дату возвращения. Но мне кажется, пока в этом году у меня не будет боёв. Это только я предполагаю, но может быть в конце года состоится всё-таки. Но я жду пока ещё звонка. Там говорили, что идут переговоры. То есть вы не вникаете, это работа агента в большей степени? Да, это работа менеджера. Меня спрашивают, хочешь, я говорю, да, без проблем. А вы довольны, как работает менеджер ваш? Контракт подписан с промоутерами, я работаю, мне устраивает. Менеджер один, там, с Ломаченко, с Усиком, с Глозиком, вот, ну, с чемпионами. Бывает, ну, бывает, и Эггис собирает всех у себя дома. Сидим, общаемся со всеми, со всеми отношениями нормально. Вы сменили тренера, если не ошибаюсь? Да, я вот после, ну, во время карантина я сменил тренера. Сейчас я тренируюсь в Майами, у кубинца, тренера Педро Диас. Ну, я у него месяц потренировался и уехал домой, так как боев не было, я уехал домой. Но, в целом, у меня за месяц я, ну, как сказать, увидел многое, что мне нужно, мне понравилось. Я думаю, что в дальнейшем буду работать с ним. А сейчас как выстроен ваш тренировочный процесс? Боев нету, из-за этого я дома тренируюсь, так у меня вот здесь Ирнур Джанабаев меня тренирует в этом зале. Вот мой друг, мы раньше вместе боксировали, он сейчас тренирует. Ну, сами делаем планы, что нам нужно, более физическая работа и, как бы сказать, технико-тактическая работа у нас сейчас идет. В целом, насколько налажен быт в США у вас? Привык уже, я там все сам делаю, я сейчас тем более один живу. Готовить еще не научился, да я не хочу, в принципе, уметь готовить. Так, заказываю еду, то, что мне нужно, диетическое такое. Ну, тоскливо немножко, да? Да, приходишь домой, то есть тренировок, ну, на тренировку едешь один. Там хоть у нас этот, в зале есть один русскоговорящий пацан из Белоруссии, вот, Иван Баранчик. Хорошо хоть с ним общаемся. И так нормально, а так на тренировку едешь один, домой приезжаешь тоже один. Но привыкаешь к этому тоже. Кто из казахстанцев с вами проживает, может быть, в городе? В городе, там есть Мусатур Сангалиев и Таняри Люсинфис, но он чуть-чуть дальше от меня, там километров сто. Но мы с ним виделись два-три раза, встречаемся, общаемся. Помимо дома и зала, что-то еще успеваете увидеть? Если честно, нет. Я в Майами был один месяц, я даже пляж не видел, я там даже не купался даже. На тренировку, а дома, тренировку, все, больше ничего. На сегодняшний день Мейрым провел на профи ринге 12 боев и одержал 12 побед. Из них 8 поединков завершились досрочно. Благодаря ярким выступлениям казахстанец попал в список самых перспективных боксеров среднего веса. По своему стилю Мейрым работает с дистанции. У него отлично поставлен правый прямой и удар в область печени. Очень яркая карьера у вас была в любительском боксе. Не обидно было переходить в профи, то есть, когда были большие перспективы? Я сидел, разговаривал насчет этого со своим братом. У меня брат из Мири Ахшалфа. Чемпион Мири Ахшалфа. Он родной брат. Он родной брат, но фамилия у вас разная. Фамилия у нас разная, просто у меня имя деда, у него как бы прадеда. Вот с ним долго разговаривали насчет этого. Поначалу, когда мне предложение поступило, там с Нью-Йорка, там пару промоутеров, я ему говорил, он говорил, куда ты еще молодой. А потом, короче, в 2015 году, в конце года, с ним сидели, пообщались. И он сказал, типа, можешь ехать, дал разрешение. Ну, потом я до конца лета 2016 года, я здесь уйдем, у меня был подписан контракт с Астана Орландс. Я сезон добоксировал и решил поехать в Штаты. Уже я поговорил с Мадяром, он сказал, приезжай. Я уже не стал подписывать с теми людьми, которые мне отправляли контракт. Я поехал сам, ну, к Мадяру и познакомился вот с Эгисом и подписал контракт. Участие в проекте «Астана Орландс» стало важнейшим этапом на старте карьеры Мирыма. Казахстанец – один из главных героев сезона 2015 года. В своей весовой категории до 75 килограммов он выиграл все бои. В финале уверенно побив кубинца Лопеса Кардону из команды Куба Домодорес. Тогда «Астана Орландс» второй раз стала чемпионом WSB. Хорошая подготовка к профи была у меня. Не знаю, я много опыта получил. Там просто еще бои подряд были, там, через каждые две недели были. А как так получилось, что в одной семье два чемпиона, по сути, и Мирия Акшалов чемпион мира при этом? Старший брат начал. Ну, тогда в Семипалатинске жили мы. И я так, когда маленький был, я просто ходил в зал, нет, нет, тренировался там. Просто интересно было. А потом брат в Астану уехал. Я тоже так чуть-чуть занимался, и меня сюда пригласили в спортшколу тренера. Я, если честно, в детстве не думал, что я вообще буду боксером. Какие у вас вообще были мечты, планы? Ну, я уже не помню, но я не думал, точно я не думал, что я буду боксером особо. Потому что я так ходил, не ходил, не ходил, не ходил. Ну, как сюда вот поступил, вот только начал об этом думать и ставить цели вот эти. В данный момент, например, мне дают соперника, вот я отправляю, он смотрит, и он технико-тактически, вот мне говорит, вот так, вот так, вот так надо. Мы с ним вот сидим по телефону, когда я там обсуждаем, как работать, как. Я всегда ему звоню, когда у меня что-то не получается, когда что-то надо, вот, когда что-то надо мне подсказать. Кого бы вы выделили для себя в своем весе? С кем бы вы хотели попробовать? Для начала хотел бы попробовать с чемпионами, ну, и с Канеллова побоксировал. А вообще реально, что мексиканцы имеют какие-то привилегии в США? В плане того, что если идет боксерский поединок, где-то могут быть судьи более лояльны быть к мексиканцам. Насчет этого я не знаю, может быть. Но их очень большая диаспора в США. Да, конечно. Основная там масса фанатов мексиканцев, мне кажется. Чувствуется то, что Канелла звезда от мирового масштаба? Да, но есть мексиканцы, которые его не любят. Я не знаю, почему. Некоторые есть мексиканцы, которые больше Кену поддерживают. Я и такое видел. А вы верите в трилогию, что будет поединок Головкина и Канелла еще один? Не знаю, наверное, и будет. Кто победит? Кто будет готов? Был ли какой-то спортсмен или, может быть, поединок, который вас вдохновлял? Вот потому что у каждого есть там свой кумир. Там где-то Мухаммед Али, у кого-то... Я все его и смотрю в основном. У каждого что-то брал для себя. В основном брат старший был. То есть Мирей находил кассеты или как это? Нет, его смотрел. А, его бои? Кумиром сказать, что он был. Могли бы вы назвать три главные вещи, которые вам нравятся в США? Не сказал, что мне там сильно нравится. А вот когда вы в США, почему больше всего скучаете? Родители, друзья. Ау. Кухня наша. Ну, там тоже есть, но так не везде. Вопрос, который интересует очень многих наших подписчиков. Когда вы женитесь? Есть ли в планах и когда вы женитесь? Вообще в планах есть. В скором времени. Мы посмотрим. То есть уже сердце занято, по сути? Да. Можно сказать и так. Мирей настолько готовы к большим боям, в процентном выражении? Не сто процентов? На сто. Без разницы, когда и с кем. Всегда готовы. Всегда готов. А у вас вот сейчас условно не было больше года боев. Психологически давит сильно это? Прям не давит, но охота побоксировать, не сидеть просто так. Ну, золотой период у вас сейчас. Да, у меня сейчас такой возраст уже. Сейчас надо уже все доказывать. Все ждем. Думаю, что у меня еще есть время все это доказать. Головкин вот топ-звезда в боксе. Кого вы назвали еще топовым спортсменом, который способен достичь больших результатов? У всех есть как бы шансы доработать. Ну, если отметить, там, Батра Джекембаева, Магиарис, Машкиев, Садри Дин. Кого я знаю. Сейчас так много стало профессиональных боксеров, я некоторые даже не знаю. А если бы не карьера спортсмена и боксера, как вы думаете, как бы сложилась ваша жизнь? В какой отрасли вы бы оказались? Не знаю. Думаю, что железнодорожником был бы. Так как мы жили, когда я поступил в спортшколу, у меня родители жили в городе Кибастуз и работали железнодорожником. И у меня родственники все там работали. К примеру, вам большое спасибо за интервью. Удачи вам на ринге. Спасибо. Далее в выпуске тренер по стрельбе из лука Мария Соседова расскажет, как стать самым метким и укрепить здоровье. В древнем Китае стрельба из лука входила в обязательные умения каждого мужчины, наряду с игрой на музыкальных инструментах. У кочевников лук был любимым видом оружия и важнейшим элементом охоты. Сейчас стрельба из лука – это олимпийский вид спорта, который после небольшой паузы в развитии снова набирает популярность в Казахстане. Казахстан открывается в новых городах, но как-то стараются его развить еще как национальный вид спорта. Когда мы проводим чемпионат Казахстана, у нас порядка 250 человек участников. Ну, это немного, конечно, для Казахстана, но вот так вот. Лидируют сегодня Чемкент, Калдыкурган, Уральск. Спортивная стрельба из лука появилась в Казахстане в далеком 1968 году. За это время были и взлеты, и падения. В 2019 году впервые за последние 20 лет мужская сборная Казахстана добилась права поехать на Олимпийские игры полным составом. Для этого ей надо было попасть в топ-8 по итогам чемпионата мира в Голландии, и она сумела решить эту задачу. Подобные успехи дают мотивацию молодым спортсменам. При этом секции пополняются новичками. Мы обращаем внимание на пластичность, на то, как ребенок слышит то, что нужно сделать, на умение работать со своими мышцами, на то, как он умеет расслабиться, сконцентрироваться, выполнить задания. Ну и на первой тренировке даже бывает видно, что ребенок расположен для того, чтобы стрелять. Стрельбой из лука могут заниматься люди любого возраста и пола. В то же время это один из самых полезных видов спорта, в котором физические данные спортсменов не менее важны, чем и хладнокровие, выдержка и напористость. В процессе стрельбы развиваются мышцы спины, поэтому у стрелков корректируется осанка и подтягивается мышечный корсет. Дети приходят, новички, на первое занятие. Мы обязательно объясняем технику безопасности. И вообще, как не только с луком себя вести, как вести себя в зале в тренировочном, потому что это очень опасно. Да, это оружие действительно, и нужно вести себя уметь. На официальных соревнованиях используются два вида луков – традиционный и блочный. Цена одного такого оружия может доходить до полутора тысяч долларов. При этом у каждого спортсмена свой индивидуальный лук. На первое время большинство спортивных секций предоставляют орудия бесплатно. Если ребенок покажет отличные результаты, то его обеспечит государство. Лук состоит из рукоятки, плечей, тетивы. Под каждого спортсмена подбирается длина плечей, длина рукоятки. Заряжается лук, ставится стрела. И спортсмен готов к выстрелу. Это все делается обязательно на рубеже. Экипировка стрелка состоит из краги, нагрудника, напалечника. У каждого это все свое. Стрелы каждому тоже подбираются индивидуальной жесткости, длины. Рекордная начальная скорость вылета стрелы из специально подготовленного блочного лука составляет около 180 метров в секунду. Пробивная сила стрелы зависит от многих факторов. Вес стрелы, диаметр, тип наконечника. В минуту опытный лучник может выпустить более 12 стрел. На соревнованиях стреляют, допустим, 4 дистанции. Мужчины 90-70-50-30, женщины 70-60-50-30. На каждой дистанции стреляют по 6 стрел. И по сумме очков они занимают свои места в стартовом круге. И дальше они распределяются в олимпийский круг. И выходят друг на друга уже, допустим, первый с 16-м, второй с 15-м, третий с 14-м и так далее. Это кажется, что стрелки на тренировках только и делают, что опускают стрелы. Они всегда должны быть в отличной физической форме. Поэтому довольно часто бегают кроссы, качают пресс. Важно, что этот весь спорт развивает выдержку, спокойствие и умение сосредоточиться, что всегда пригодится в жизни. Больше у нас развиваются морально-волевые качества. Умение концентрироваться, владеть собой, стрелять соперником, когда выходят на линию, выходят два соперника. Кто больше попадет, это очень тяжело морально выдерживать на самом деле, чем физически. По традиции в конце выпуска рубрика «Видеонедели». Братья Эниол и Герцера Солис просто без ума от каяков. Каждый раз, когда выпадает возможность, они берут свои лодки и отправляются в очередное путешествие, которое полно экстрима. Кажется, для них карантин и изоляция не стали проблемой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова